Если говорить серьезно про фильм «Последний богатырь», я считаю, что это идеологическая провокация. Я не сторонник каких-либо заговоров, я занимаюсь тем, что я анализирую мотивы персонажей и общий ход сюжета, какая мысль этим сюжетом доносится. Вот сегодня, смотря фильм «Последний богатырь», я пытался понять, для чего создавалось это кино и какую идею оно несет. Зал был полон детей, то есть, хотим мы того или не хотим, этот фильм имеет определенный воспитательный момент. Итак, что я обнаружил в этом фильме, что должно заставить нас задуматься, для кого и для чего этот фильм выпускается в прокат. Момент первый. Богатыри уже не те. Рыба гниет с головы, они жиреют, они любят золото, они ничего не хотят делать, и надежда только... На что же есть надежда-то? Вообще, герои в фильме опираются в основном на силы зла, на злых персонажей, те, которые обычно злые. Но эти злые персонажи, они алчные, похотливые, туповатые, и они на сегодня становятся нашими героями. Богатыри низвергаются, плохие персонажи выходят на их место. Кто-то из вас улыбнется и скажет, отличный сюжетный ход, я бы тоже посмотрел такой фильм. Вспомните о том, что русские сказки, они характерны тем, что там всегда очень точно понятны границы между добром и злом. Есть добрые персонажи, и мы их знаем, а есть отрицательные персонажи. И эти стороны не могут перепутываться, это закон сказок, иначе ребенок не понимает, кто хороший, кто плохой. Ребенок не готов к психологическому, драматическому театру. Он не может определять вот эту сложную составляющую. Ему все должно быть просто. Баба Яга – это Баба Яга. Гуси-лебеди, да, Иванушка-дурачок, Емеля, Змей-горыночка, Щей-бессмертный. Все герои в русских сказках определенные. Здесь смываются все границы. Фактически идет подмена понятий о добре, которые у нас существуют, и они смешиваются с понятиями о зле. Общий смысл этого фильма – добро уже не то. Идем за помощью к злым силам. Ну, да, а какие навыки, какие умения, какие сильные стороны характеров показаны среди тех героев, которые выполняют общее дело? Это похотливость, это туповатость, это вранье, это все то, что показывается как нечто достойное повторения. Вы хотите, чтобы я продолжал? Я продолжу. В самые замечательные и трогательные моменты фильма, которые хочется запомнить, когда герои вместе шагают, Ну, знаете, когда обычно звучит какая-то героическая музыка, и эти моменты врезаются нам в память и своим настроением, и музыкальной фактурой. Знаете, что звучит в момент, когда русские герои идут по русскому лесу? Англоязычные попсовые песни. Русские герои идут по лесу, пусть даже плохие герои, под англоязычные попсовые песни. Итак, Баба Яга, Царь Кощей, Водяной, кто-то там еще. И звучит, предположим, yesterday all my trouble seems to, и так далее. Вы вообще представляете себе такое? Я не берусь говорить о том, что это сделано специально, как идеологическая провокация, намеренно. Но то, что это было допущено при съемке, то, что это допущено в прокат, все равно воздействует на детей, сидящих в зале. У них уже русские народные герои будут ассоциироваться не с русскими народными песнями, а с заграниченными попсовыми и на английском языке. Подведем итог. Богатыри – дерьмо, жереют и любят злато, обращаться за помощью нужно к отрицательным персонажам. Среди этих отрицательных персонажей ценится пошлость, тупость, похотливость, вранье. И самые героические моменты в жизни мы должны проживать под англоязычные песни. Вам смешно? Мне нет. Я один раз присутствовал на мероприятии. Это был детский день рождения. И на этом детском дне рождения были дети лет 7, наверное, 8, не взрослые дети. Знаете, чем они занимались в течение всего дня рождения? Они продавали друг другу наркотики. Они в это играли. В связи с этим у меня возникает вопрос. Кто в нашей стране должен контролировать контент, выходящий на экраны? Есть ли у кого-то рычаг, кроме Поклонской? У нее явно есть рычаг, но он у нее направлен в другую сторону. Есть ли у кого-то рычаг, который может сказать, этот фильм у нас не показывается? Или у нас могут показывать все? У меня вообще есть ощущение, что мы в 90-е годы проиграли Западу именно в идеологическом, в культурном смысле. Мы погибли на видеокассетах, видеомагнитофонах, на западном кино, на порнофильмах, на западной культуре, которая нам казалась исключительно притягательной, и у нас не было никакого противоядия, у нас не было защиты против этого. Сейчас защита начинает появляться, мы перестаем принимать эту мерзость. По крайней мере, есть зачатки этого чувства, но этого недостаточно. Кто регулирует выход фильмов на экран? Если завтра наши друзья на Западе закажут фильм о том, как дети убивают взрослых, хотя таких фильмов уже много, я уже рассказывал о них, мы его тоже выпустим, его тоже будут показывать. Кто будет регулировать? Родители будут регулировать? Полный зал детей. Я не хочу кричать «Ай-яй-яй, мы погибаем, все умираем, давайте что-нибудь срочно делать». Потому что любой процесс, в том числе и культурный регресс, который мы сегодня наблюдаем, это часть движения культуры, когда она возрождается и умирает. Сейчас умирает. Но если культура умирает, это не значит, что мы должны этому радоваться или умирать вместе с ней. Мы должны что-то делать для того, чтобы в момент, когда она сдохнет наконец, у нас были силы и идеи, как ее оттуда поднять. Хотите идею про русских народных героев? Вы думаете, это так сложно? Давайте попробуем посочинять. Мы хотим снять фильм про современную Россию и про то, как русские народные герои сказочные в рамках этой жизни в России существуют. Давайте представим себе, что они не сгинули. Они живут среди нас. Но кем они могут работать? Скажу честно, я уже размышлял над этим. На мой взгляд, Змей Горыныч работает в «Газпроме». Он подает газ в трубу, иногда заправляет дачникам баллоны на нелегальной заправке. Там Змей Горыныч работает. Водяной сейчас подхалтуривает на постройки Крымского моста. Емеля, это который на печке ездил со щукой, он в автовазе сейчас. УАЗ «Патриот» – это как раз его работа. Но щука с ним сейчас не сотрудничает. Она сейчас на рыбалке с Путиным, там какие-то у них вопросы. В общем, они загадывают друг другу желание. Кто у нас еще остался? Баба Яга. Баба Яга держит модельное агентство. Да. Иванушку Дурачок. Иванушку Дурачок пошел в политику. Куда ему еще деваться? Там он как бы что-то где-то он там делает в политике. Кто еще у нас остался? Кощей. Ну, для Кощей есть вариант, что он йог в фитнес-центре. Ну, подрабатывает как может. Василиса Премудрая. Помним, что Василиса – это та, которая из лягушки в девушку. И, в общем, шкурку ее сожгли. Беда, тела у нее нет. Она скитается, переселяясь только в умных людей. Нет у нее своего тела женского. Только в умных людей переселяется. Поэтому она то в Друзья, то в Перельмана, который академик. Это не самое. Который математик что-то там открыл. В Вассермане часто бывает. Пыталась в девушках. Но вот Софья Ковалевская, мадам Кюри слишком быстро погибают. Да. Поэтому наши герои живут среди нас. А, Соловей-разбойник. В ГИБДД. И вот приходит беда. Ну, давайте, какая у нас беда? Должно появиться какое-то абсолютное зло. Предположим, на севере из-за глобального потепления обрушился огромный ледник и показался остров из воды. С огромным замком на севере. И никто туда не может ни попасть, ни войти, ни уничтожить. Все погибают. Это остров с каким-то изначальным злом. И наших героев, которые за давностью лет и за ненужностью живут среди нас и занимаются самыми обычными профессиями, собирают для того, чтобы они снова спасли русскую землю. Илюшенька где-то спит. Понимаете? Вот вам герои, каждый из которых будет делать что-то свое. Но злые герои должны оставаться злом. Добрые должны оставаться добром. Причем истинным добром. Это же сказка. Здесь полутона недопустимы. Это жанр такой. Это я про фильм «Последний богатырь», который, на мой взгляд, передает детям все то, чего они не должны видеть категорически. Это преступление. Перед детьми кто за это несет ответственность? Я не знаю. Давайте мы вместе спросим, кто за это несет ответственность? Интересно? Сходите в кино. Посмотрите, в кого превратились герои, которым дети будут подражать. Вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!